Космическую энергию закладываешь в события и выгружаешь в реальность, записывая. Определённый цвет включает в человеке определённое состояние. Человек приходит в изменённое состояние сознания. Если я с каким-то человеком отношения не проработал, то есть у нас остались какие-то незаконченные ситуации и вопросы, значит, скорее всего, с вероятностью 100%, я этим человеком стану в будущем. Если проработаю, то в прошлом. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Существуют ли у мира ограничения? Мне неизвестно. У мира? У какого мира? Видимого мира, невидимого мира, внутреннего мира? Мир – это такое понятие. Ну, это вопрос как раз-таки с подвохом, да, у видимого мира, у того, который мы видим. Всё в рамках сценария, всё в рамках того лабиринта, который создают нам высшие силы, но ограничений нет, они могут новый уровень настроить очень быстро. Мы засыпаем утром, то есть ты моргнул, тебе мир пересобрали. Я уже говорил, что за это отвечают там определенные высшие силы, да. Те, кто за картиной, ограничений нет. Это как в квантовой физике, да? Всё существует только тогда, когда появляется наблюдатель. Всё, что ты можешь себе представить, обязательно произойдёт. Всё, что невозможно представить, обязательно произойдёт. Только чуть позже. А что означает фраза «Мы живём в прошлом»? Высшие силы создают ситуацию, мы до неё доживаем. И фактически вот наша сегодняшняя встреча – это уже созданное событие заранее. Ну, я уже говорил, от двух недель до месяца. Буквально так и нужно понимать. Изменить что-то мы можем только в будущем. То есть там очень много такая, допустим, классификации. Есть точка настоящего сейчас, она находится дальше настоящего момента. Потом есть точка, где начинается будущее и так далее, и так далее. Но это вообще на самом деле тема отдельного семинара. Там можно ещё целый день об этом рассказывать на самом деле. Ну, буквально понимать, что мы находимся в будущем, так и есть. Эти события собираются заранее. От трёх дней до месяцев. В зависимости от сложности задачи, от количества участников. Потому что для разных участников время, в котором мы встречаемся, они могут прислать фантом. То есть может быть не сам участник событий, и у нас это может быть в разное время происходить. Мы можем находиться в разных условиях, но это всё собирается вот в этой картинке, в этой точке географии, грубо говоря. Но лучше голову не ломать на самом деле об этом. Лучше научиться, что с этим делать. А какие события планируются ещё более заблаговременно? Есть информация из разных источников, направлений эзотерических в том числе. Говорится о том, что мы перед тем, как прийти вообще в эту жизнь, планируем все события. Вот действительно ли это так? Планируем ли мы все события? Или в этот момент, получается, очень-очень заранее, формируется определённый сценарий. Какой-то базовый, от которого потом ещё есть вариабельность всевозможных отклонений. Ну да, есть такое понятие контракт души. Душе интересен какой-то опыт, и она это прописывает в неком контракте. И назначается некий куратор, ответственный за контракт души Степана, или ответственный за контракт души Дениса. В душе интересен какой-то опыт, она хочет его прожить, она это записывает, чтобы потом это отдаётся уже на управление тех высших сил, которые это закладывают. То есть это курирующая цивилизация человека, которая и рулит сценарием, по сути. Высшие силы и цивилизации любят заплывать за быки, и они любят очень отвлекаться в стороны от сценария и создавать, допустим, был один коэффициент, допустим, какого-то негативной эмоции прожить, а они любят заплыть за быки, и они могут его там вырастить немножечко, и человек вместо там, можно сказать, вот так вот. Да, они очень большие шутники, конечно. Но в душе всё в плюс. Вот она как бы, как маленький ребёнок, нагребает себе разных игрушек, чем больше, 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 и всё это интересно. А как люди могут вставлять другого человека в свой сценарий? Конкретного человека? Да, конкретного человека в свой сценарий, в сценарий каких-то событий в своей жизни. Ой, слушай... И чем это чревато вообще? Это очень сложно, и это не зона ответственности человека. Это чревато в тем, что просто это не получится. Лучше не создавать конкретного человека, потому что ты, получается, ну, вторгаешься в чужой сценарий, да? То есть лезешь на чужое поле. Это не твоя зона ответственности, ты туда вторгаешься. Ну, в общем, по шапке могут надавать, ну, так вот по-простому. Могут опустить в энергетическом плане, ну, по событиям имеется в виду, создать такую событий, что тебе просто будет не до этого. Тебе фактически будет продохнуть. Одна неудача за другую. Ну, то есть как снежный ком. И если ты поймешь, они таким образом могут и, да, вот, учить, что играй на своей поляне. Вот я уже говорил, что они играют на 60% поля, 40% поля свободное. Играя на своей территории. Управляя 40%, ну, я уже говорил, закладывая эмоциональные события, они не смогут их проигнорировать, они будут обязаны вокруг них закрутить события, создать картинку. У нас есть такое понятие свобода выбора. Вот. Когда ты другого человека пытаешься вставить в свой сценарий, ты лишаешь другого человека свободы выбора. Это нарушение закона мироздания. То есть даже думая, например, о каком-то событии и добавляя в эту некую визуализацию другого человека, это тоже уже нарушение свободы выбора. фактически, да. Потому что у человека свой жизненный сценарий. Лучше, допустим, закладывать события, какие бы ты хотел почувствовать взаимодействие с человеком в каком-то отдаленном будущем. Ты можешь заложиться по времени, но... и они создадут вокруг вот этого твоего заложенного состояния какую-то картинку. Но на вот первом этапе тебе, допустим, сложно эту картинку самому создать. И человека вставлять в сценарий не нужно. Да и не получится. Денис, мне очень понравились ваши статьи, касающиеся раскрашивания своей жизни. А как раскрасить свою жизнь? Как вообще это делать? И для чего это делать? В чем это может помочь? Масленно можно фактически рисовать рисунки. Допустим, рисуешь рисунок завтрашнего дня какого-то конкретного события. Такие у тебя есть, допустим, какой-то же свой жизненный план. Допустим, там, я не знаю, свадьба, рождение детей. Ты можешь... Ну, ты можешь раскрашивать. Ты можешь раскрашивать само событие. Вот есть такой планер по дням недели. Ты можешь по часам раскрасивать свой завтрашний день всю неделю. В цветах, которые... Ну, мы уже про это говорили. Чувство свободы какого у тебя цвета? Закладывай его на следующую неделю. Чувство гармонии, чувство изобилия, чувство любви. Какого у тебя цвета? Это твое именно внутрь. У разных людей они могут быть с разными. Можешь фактически, можешь... Можешь все это делать мысленно. Достаточно делать мысленно. Вот. Если ты еще, если это, допустим, проговариваешь или записываешь куда-то, ну, допустим, описываешь каким-то образом, это еще более действенно. Поскольку ты мысленную, вот эту вот полученную, как бы, космическую энергию, закладываешь события и выгружаешь в реальность, записывая, тогда вероятность, что это случится намного выше, чем когда ты просто делаешь это мысленно. Хотя, в принципе, сейчас такое время наступило, что достаточно мысленных событий. Вопрос только фокуса. Как четко ты умеешь держать на этом фокус? А почему раскрашивать будущее нужно заблаговременно, заранее? За несколько дней я, по-моему, как раз таки в вашей статье нашел. Потому что картинка, она собирается за несколько дней. Ну, то потом это к вопросу, что мы находимся в настоящее, это прошлое. Это уже собранное событие. Нужно планировать свое будущее и раскрашивать от трех дней до месяца вперед. Если какие-то глобальные события, можно и дальше закладываться. Но это очень тяжело. Для этого нужен навык. Начать хотя бы неделя вперед, 10 дней вперед. Ты можешь делать, можешь не делать. Ты про это можешь забывать. Самое лучшее это постоянно транслировать. И когда ты, допустим, в какой-то точке пространства начал транслировать свое состояние и делаешь это 24 на 7, таким образом, что это уже у тебя стало образом жизни, ты в какой-то момент по точке времени своей жизни доходишь до состояния, когда ты уже вот это свое состояние нашел в будущем, столкнулся с ним, ты когда понимаешь, ты с чем-то сталкиваешься, ты точно понимаешь, что это ты создал. Ты как хозяин события, ты понимаешь, о, это событие произошло по той эмоции, которую я тогда закладывал. Ты можешь даже в цветах это увидеть. То есть это вы раскрашивали свое будущее и оно так отыгралось? Не я один, но мы с друзьями, допустим, ходили на спортплощадку, у нас там была компания, да, мы, допустим, придумывали, фантазировали. Люди, которые понимают, что они делают, для чего, вообще, это задача каждого человека, быть постоянно в понимании, для чего и что ты делаешь, делали определенные события, раскрашивали, и это не один дел, конечно. То есть, как минимум, еще один человек в этом участвовал. В общем, главное транслировать свое состояние и потом, когда ты просто доживаешь до состояния точки, в котором создается будущее, ты начинаешь, эта телега начинает ехать впереди тебя постоянно. Тебе уже не нужно на несколько дней закладывать, тебе нужно просто продолжать транслировать состояние и этим состоянием двигаться вперед. И тогда у тебя уже не нужно на три дня, на неделю, на месяц планировать, тебе нужно просто транслировать. То есть, получается, объединять усилия, это равно ускорять материализацию какого-то процесса конечно чем больше людей участвует в процессе тем сила многократно растет ну то есть ты мы мультиплицируем эффект когда больше допустим 3-4 человека если делают осознанные действия они могут создать события будущее целого города но это вопрос на самом деле опыта практики и уровня потому что на рост над собой происходит постоянно чем сложнее ты берешь задачу ты тем ты постоянно превосходишь сам себя в моменте всегда плюс естественно тебе помогают высшие силы если они видят твое осознанное стремление к чему-то они пытаются помочь тебе всеми состоянии потому что ты же им отражаешь это состояние ты ну как бы помогая тебе они тем лучше делают себе вот поэтому есть допустим вот когда ты осознанно делаешь какие-то практики или изучаешь какие-то науки автоматически находишься под защитой высших сил ну например к вопросу астрология если человек увлекается изучают астрологию он находится под защитой высших сил ты знаешь что например что у нас левый глаз отвечает за сознание правый за подсознание что это связано со знаком тельца а у знака тельца управитель знака тельца определенные планеты определенные планеты на них так скажем, базируются определенные высшие силы. Но это все настолько взаимосвязано даже по телу человека. Каждой частью тела у нас ну, допустим, можно увязать с определенным знаком зодиака. Ну и, как я уже сказал, с управляющими планетами и с высшими силами. Задача эзотерика, ну или, допустим, той науки, которую я сейчас продвигаю, тайноведение, изучить эти науки, увидеть эти взаимосвязи, научиться этим управлять. А если человек, вот, например, стандартная семейная ситуация, когда женщина начинает изучать, естественно, она хочет привлечь в раскрашивание своей жизни и мужа своего, а он скептик, ни во что не верит и не хотел бы в этом участвовать. Как в этом случае поступать? Или же в какой-то момент ее опыт, когда она будет повторять, в определенном состоянии пребывать, мы об этом очень много поговорили в первой части. Друзья, первая часть вышла двумя днями ранее на канале «Время открыть». Тоже рекомендую посмотреть. Ссылочки добавлю в описании. И получается, тем состоянием, той практикой, которую она реализует сама, она постепенно отклик найдет в лице мужа. Конечно. Человек, ее муж станет тем, что он о нем думает. Если она задумает, что он будет ей сотворцом и помощником, он таким и станет. То есть книгой по голове бить не надо? Нет. Нет. Ради эксперимента и развлечения можно, конечно, люди по-разному развлекаются, но вообще лучше обнять и поцеловать, конечно. И на ушко что-нибудь нежно нашептать. А не говорить, а он меня не понимает, он не хочет. Не знаю, как заставить вот такое выражение, еще часто используется. Заставлять, когда ты кого-то заставляешь, это атака, это вторжение, это нарушение закона мироздания. Нужно изменить свое отношение к человеку. И человек тебе твое состояние вернет в виде вот любое твое намерение, любое твое энергетическое посыл ищет удовлетворение во внешнем мире. А во внешнем мире оно принимает некие формы и может принять, ну, так скажем, вид твоего мужа, его внутреннее состояние и какие-то черты его характера. И может, твое внутреннее состояние тебе твой муж зеркальный. Если твой муж на тебя нападает, это не муж плохой. Это значит, у тебя что-то внутри отклонилось от нормы и тебе нужно просто собраться, ну, помедитировать, встретить восход солнца, съездить в отпуск к морю. Желательно с мужем, конечно. Вот. В общем, привести в гармонию свое внутреннее состояние и тогда все процессы наладятся вокруг. Правда ли, что каждый цвет влияет на человека определенным образом? Хочется как раз вернуться в раскрашивание своей жизни. Да, есть ну, как бы уже описанное событие и многолетняя практика, что каждый цвет отвечает за определенные центры, допустим, в головном мозгу. Вот. Есть практика цветных медитаций, это использовали еще парапсихологи прошлого, больше, ну, сто лет назад, допустим, ну, тогда они просто лампочки подкрашивали, сейчас у нас уже все значительно проще, техника расширилась, да, определенный цвет включает в человеке определенное состояние, человек приходит в измененное состояние сознания и в этом состоянии сознания уже начинает там разворачиваться, допустим, для фиолетовый цвет очень классно для проявления яснознания, любых способностей с приставкой ясно, вот, ясновидение, ясно, то есть просто включаешь свет, полуприкрываешь глаза, чтобы тебе цвет был виден и входишь в состояние измененное, ну, мы называем это состояние медитацией, внутреннего созерцания, вот, ты созерцаешь внутренний мир, очень много оттенков, на самом деле, очень разного рода целевых медитаций, смотря, что ты хочешь раскрыть, да, есть определенные практики, их очень много, но цвет действительно, правда, влияет, это все описано, вот, красный цвет влияет на кровообращение, то есть если включить красный, почему говорят красный цвет, красный, ну, допустим, цвет любви, да еще даже, там, эти, комната для молодоженов в отелях преимущественно с красными вкраплениями, потому что кровообращение увеличивается, элементарно, красный цвет влияет на кровообращение, когда ты видишь яркий, насыщенный, допустим, красный цвет, у тебя повышается уровень кровообращения, а кровообращение способствует любви. А если у человека в определенный период жизни начал преобладать в одежде, или просто ему нравится какой-то определенный цвет? если люди говорят, о, у меня белый период, допустим. А вот с чем это связано? Что происходит в этот момент с человеком? Я по себе заметил, раньше мне нравились совсем другие, другой цвет, и в какой-то момент меня прям очень сильно переключило на все бирюзовое. Мне очень нравится этот цвет. достаточно, наверное, почитать, потому что у бирюзового есть очень много описаний, к чему способствует бирюзовое. Есть ведь целая цветная психотерапия. Психотерапевты, цветовую, ну, помнишь, это цветовая дифференциация штанов? Это связано с твоим внутренним состоянием. Естественно, не без участия высших сил, так называемых, но это твое состояние, ты его можешь менять. Даже надевая на себя какой-то цвет, ты можешь вот таким образом сознательно, ну, допустим, тебе нравится бирюзовое, ты сегодня надел, допустим, зеленый, то есть на два тона другой цвет. Ты пытаешься сдвинуть ситуацию, ну, как бы, ты пытаешься управлять своим внутренним состоянием. Можно за счет таких внешних, поменять одежду, обои перекрасить в спальне, например, ну, или там на кухне. А есть ли цвет, который символизирует, что что-то негативное в жизни происходит? Если, например, человек в медитативном состоянии или он начинает раскрашивать какие-то события свои в своей жизни и у него почему-то в его картинке появляется определенный цвет и он может быть вот спонтанно всплывает? Да, это можно по ауре видно, потому что то, что, допустим, происходит человек в внутреннем мире оно отражается на ауре. Некоторые люди, которые видят ауру, могут таким образом понять состояние человека. Ну и что-то порекомендовать, там даже изменить каким-то образом, повлиять, помочь. Есть какое-то сочетание цветов, которые лично тебе неприятны. Вот обычно оно так и выглядит, потому что у каждого человека бывает свой набор. Какое-то сочетание цветов, которые для тебя, тебе оно не нравится, у тебя какое-то неприятное такое вот это самое. Но для каждого это свой набор. Ты должен это почувствовать, и можно перекрасить события. Даже, знаешь, есть такая практика, люди говорят, у меня там что-то болит. Ты его спрашиваешь, какого цвета твоя боль? Допустим, что будет? Красная, например. А давай сделаем ее, допустим, зелененькой. Или там нежно-розовой. Что теперь чувствуешь? Да, да. И состояние меняется. То есть это и есть такая практика. Саентологи, вот насколько я точно помню, они вот это давно очень взяли на вооружение. То есть если ты почувствовал, что ассоциативно цвет какой-то негатив вызывает или какие-то неприятные ощущения, то лучше в раскрашивании его не употреблять. И его не использовать. Не использовать, да. Вы затронули цветную медитацию. Да. Цветную или цветовую поправьте, если неправильно называю. Цветные медитации как угодно, как нравится. А как она работает? Я, если честно, раньше не сталкивался. Но хотя в медитативных состояниях периодически ощущал некую энергию разного цвета. И причем это было в разных состояниях. В разных состояниях, когда входил в саму медитацию и просто во время практики что-то менялось когда. То есть цвета все-таки были. Но вот так отдельно я не слышал о том, что есть прям медитация, которая связана с цветами. Каждый цвет имеет свою вибрацию на определенной частоте. Определенная частота определенным образом на нас влияет. Цветные медитации это как раз сознательное использование качества вот этого цвета. И в зависимости от цели медитации и допустим от техники на что ты медитируешь от задач того состояния какое ты хочешь ты можешь использовать определенный цвет который действует на определенной частоте. Это все описано на самом деле и несложно. Цветовые медитации на самом деле широко ну как я уже говорил они широко использовались парапсихологами прошлого ну и настоящего. Мы допустим в нашей московской группе это используем. Ну цвет очень хорошо ведет просто он ты не понимаешь но он действует на твою подкорку на сознание на подсознание он просто вибрирует на определенном частоте и чем больше ты допустим созерцаешь какой-то цвет тем ты подпадаешь под его влияние неосознанно и чем больше ты в этом состоянии находишься ты ну в общем ты впадаешь в измененное состояние ну и что называется тебя вштыривает ты понимаешь это четко где я был полтора часа вообще на самом деле очень пересекается как мне кажется с некоторыми направлениями медитации где например нужно повторять определенные слова да мантры регулярно да определенные слова для того чтобы ну как я считаю это в первую очередь помогает переключить ум в другой режим точнее может быть его отодвинуть на задний план можно weg есть такая практика выделение наблюдателя это таким образом можешь выскочить из тела выделение наблюдателя это когда было вступая можешь выделить из себя «астральное тело», то есть увидишь что мы с тобой сидим допустим беседуем а ты видишь «эстер», видишь со стороны есть специальная простая практика она ну ее можно в течение дня сделать за час можно добиться вот этого поделения наблюдателя есть даже такие мастера которые говорят после того как увидишь себя со стороны приходите ко мне дальше будем с вами работать есть какие-то простая рекомендация нашим зрителям по поводу цветовой именно медитации какой-то техники чтобы человек просто попробовал соприкоснуться может быть он уже пробовал различные медитации как практику использует своей жизни но вот работать светом еще не приходилось может на что обратить внимание как-то вот по шагам просто там закрыть глаза и свет цвет представьте чем купить на озоне лампочку цветную за 300 рублей вкрутить ее через приложение на смартфоне включать разные цвета и в полуприкрытым состоянием вот когда начнет начать медитировать просто но это чтобы этот цвет был виден чтобы твой мозг улавливал выключил свет на лампочка включилась и тогда будет все будет заливаться этим цветом и просто поэкспериментировать то находиться просто даже можно не не медитировать а просто посидеть допустим когда у тебя и комната крашена ярко фиолетовым цветом насыщенным таким ты просто посмотришь что будет с твоим сознанием происходить вот дальше уже можно дойти до медитации просто экспериментировать сейчас все продается техники так далеко шагнула просто начать сделать пошел купил лампочку вкрутил нажал кнопочку на смартфоне поехали дальше дорогу осилит идущий мне кажется что у меня медитации любви было в тот момент когда я фотокабинете отца под красной лампой что-то там дел проявлял закреплял слушай красный цвет на самом деле там он настолько широкий спектр действия такой пурпурно-красный это самый широкий в этот момент идет поток космической энергии то есть высшие силы они тоже как бы реагируют если ты понимаешь но если ты это делаешь осознанно для чего-то они конечно в это включаются потому что цвет на них тоже влияет но они же в невидимом спектре находится любое наше яркое проявление цвет звук аромат или допустим какое-то погодное вот яркое такое погодное проявление гроза шторм сложно описать в общем то что видишь на другом уровне слова облечь на самом деле но в принципе в принципе можно свое состояние транслировать другому человеку допустим если ну вот как развивается ясновидение допустим собирается человек семинар людей которые хотят открыть себе какие-то своим он в первую очередь но он тоже конечно там это путем внутреннего созерцания медитации наблюдения за разными природными явлениями скорее потому что самое благоприятное это все-таки находиться на природе и наблюдать за какими-то природными явлениями почувствовать состояние роста и состояние ну то есть рассвет это состояние расцвет ну то есть когда все расцветает вот почувствовать это тоже определенная энергетика и допустим закат то есть рассвет это когда все рождается заката условно когда все умирает и когда ты внутри дня переходишь из одного состояния в другое ты так скажем утончаешь чувствование взаимосвязей всего в мире это такая на самом деле очень простая практика делая которую можно приблизиться к раскрытию любых способностей с приставкой ясно из состояния роста в состоянии смерти внутри дня пытается попытаться почувствовать со настроиться с этим ну то есть ухватить вот это вот потом череда определенных событий и ты начнешь чувствовать окружающий тебя мир по-другому ты начнешь даже видеть что-то чего не видел раньше у тебя сверхчувственный мир невидимый начнет ярче ярче проявляться потому что ты настроил вот эти тонкие взаимосвязи ты их почувствовался настроился токи энергии по-другому пошли и для тебя это уже не посторонний звук и мир начинает для тебя невидимый приоткрываться буквально так действует здесь а как вы раскрашиваете свой день вечером на следующий день и утром когда еще валяюсь в постели представляем допустим какие-то события можно в какие-нибудь цвета окрасить эмоциональная насыщенность ну в общем она так скажем дороже стоит чем просто использование цвета раскрашивание то есть эмоционально закладываю события что я хочу почувствовать чтобы я хотел чтобы другой человек почувствовал человек продолжительное время после встречи вы испытывал определенное событие вот можно над этим работать вот я так я так стараюсь делать ну хотя иногда летом конечно зима она такой немножко цвета тут больше эмоций а вот когда вот весна все начинает расцветать вот тогда вот уже можно и цвета добавить ну и даже даже одеваться по любому а как вы работаете с людьми как вы людям помогаете в зависимости от запроса с любовью как это происходит какой инструмент может быть вы используете через мир и святого духа если к вопросу о святом духе через мир и святого духа мир святого духа это голос бога в тебе то есть через свой внутренний мир в зависимости от запроса от задачи мы не исправляем человека мы возвращаем человека в баланс ну вот я так делаю по крайней мере знаешь есть такая притча про вызывателя дождя всем приехал какой-то дедушка в деревне в одной китайской была засуха и там приехали какие-то исследователи игра слушайте тут сейчас приехал дед вызыватель дождя все-таки поехали смотреть приезжают все пошел дождь там спустя три дня все-таки как что такое не у деда игре так дед учет и вызыватель дождя что него с ума сошли я пожилой человек уже какой вызыватель дождя вообще о чем но почему тогда вы взяли столько денег что деревню чуть ли себя не последняя но деревенские жители себя чуть ли не последние сняли чтобы вам заплатить за это самому потому что я уже старый человек когда я приехал в это место я почувствовал что чем это место находится в упадке то есть она отклонилась от нормы очень далеко я сонастроился с этим отклонением от норм и постепенно его начал выравнивать внутри себя но поскольку я человек уже пожилой мне это делать тяжело поэтому я беру за это столько денег и самым лучшим что было для этого места это дождь вот поэтому дождь и пошел но это не потому что я его вызвал а потому что просто я сонастроился и вывел состояние этого места в гармонию баланс внутри себя то есть дедушка работал с собой то есть вы получается тоже работаете с собой когда работаете с человеком всегда только так но я же говорил что все вселенная на кончике носа находится каждый человек это мое отражение если я с каким-то человеком отношения не проработал то есть у нас остались какие-то незаконченные ситуации вопросы значит скорее всего с вероятностью сто процентов я этим человеком стану в будущем если проработаю то в прошлом и так мы должны каждый человек должен другому человеку именно так относиться поэтому я игру ну как что кажется это все какое-то такое какое-то таинственное опасное ничего такого-то бояться нечего на самом деле нужно просто понимать что ты делаешь для чего всему относиться но это к вопросу системе ценностей если ты всегда на позитиве то все будет хорошо вот вот это вот к вопросу как действует любовь и как ее использовать свою жизнь друзья если вы хотите ближе познакомиться с денисом и с тем методом можно назвать методом метод тайноведения тайноведение это наука о скрытом тот чего чё нам непонятно не то чего изучают все эзотерики мира с тем методом который практикует денис все ссылочки я добавлю в описании к данному видео денис чтобы вы пожелали нашим зрителям дорогие зрители я хочу для всех сделать подарок в комментариях под этим видео можете заготать желание и возможно она очень скоро исполнится до новых встреч